Приветствую вас на передаче Эндрю Вомока «Истинная Евангелие». Его служение уделяет особое внимание Божьей, безусловно, любви и благодати. А теперь давайте послушаем Эндрю. Приветствую вас на передаче «Истинная Евангелие». Сегодня среда, и я продолжаю учить по теме «Жизнь в балансе благодати и веры». Это название взято из послания Ефесянам, 2 главы 8 стиха. В течение двух предыдущих программ я объяснял, о чем идет речь. В Ефесянам 2,8 говорится «Ибо благодатью вы спасены через веру и сей не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился». Я начал объяснять, что ни одна благодать спасает нас, как и ни одна вера спасает нас. Но наша вера в спасительную Божью благодать дает действовать спасающей силе в нашей жизни. Это очень важное замечание. И если вы не поняли, почему, то это потому, что вы не понимаете до конца смысла этих терминов «благодать и вера». Но каждый зритель этой передачи озадачен, в конце концов, именно этим вопросом. «Благодать» — это термин, который дает Библия Божьей части работы. Это то, что Бог делает для нас, независимо от нас самих. Вера — это наш положительный ответ на благодать Бога. Можно перефразировать все это. Получится, что речь идет о Божьей части и о нашей части. Если все так называть, то мало кто понимает, наверное, что значит жизнь в балансе благодати и веры. Это пример того, что значит Божья часть и что значит наша часть. В этом чуде спасения, которое мы получаем. Большинство людей имеют проблему именно с этим пониманием, именно с этой частью. «Бог, что я должен сделать, чтобы принять Тебя или от Тебя ответ?» И я говорю вам, что это откровение мощным образом преобразило мою жизнь. Позвольте мне вернуться к некоторым из тех определений, которые я давал вам вчера. Я хочу еще немного их пояснить. Благодать — это незаслуженное, незаработанное благоволение. Я думаю, что мы можем еще вот как сказать что-то, что Бог делает для нас, независимо от нас. Например, Божья благодать пришла в этот мир 2000 лет назад. За 2000 лет до того, как мы смогли бы что-то заслужить или заработать. Мы тогда еще не существовали, нас тогда еще не было, мы не успели сделать ни хорошего, ни плохого. Но благодатью Бог уже обеспечил нам всем необходимым, что может нам понадобиться когда-либо. Потому что Бог, Бог, Он знает, какие нужды будут у человечества. Он дал исцеление от всякой болезни немощи, обеспечил вас во всякой вашей нужде физической, эмоциональной. Все это уже сделано по благодати. Поэтому будете вы плохим или хорошим. Это никак не связано с тем, что Бог дал вам. Это уже сделано по благодати, независимо от вас. Это мощная истина. Но от того, что Бог своей благодатью уже все вам дал, значит ли это, что вы теперь можете всем этим насладиться? Нет, потому что теперь очередь вашей части, веры. Вам необходимо верой достичь и взять то, что Бог уже дал вам. И я разными способами пытался вам объяснить, как это сделать. Я приводил пример с дорогой, как вдоль дороги с обеих сторон есть канавы, и людям свойственно бросаться из одной крайности в другую. Одни говорят, что мы слишком много уделяем внимания благодатьям. Да, есть злоупотребление учением благодати и злоупотребление благодатью самой, когда люди живут как попало, потому что есть благодать, и потому что, мол, ничего делать не надо, и так далее. Если все решает Бог, то неважно, молитесь, не молитесь, читайте слово. Нет, все зависит, мол, от Божьей благодати. Люди злоупотребляют благодатью, да. Другие видят это злоупотребление и бросаются в другую крайность, когда все зависит от них самих, и не сами по себе. Другие слышат слова учителей веры, которые учат, что ты должен верить, что верой ты заставляешь Бога что-то делать. Люди видят крайность в этом мучении и справедливо думают, а кто я такой, чтобы заставить Бога что-то делать? Поэтому они бросаются в другую крайность и поднимают руки к небу и говорят, все зависит только от Бога. Но все дело в комбинации того и другого. По моему мнению, а другого у меня, собственно, и нет, кроме моего собственного. Так вот, по моему мнению, самое вредное, парализующие доктриной в теле Христовом является учение о Божьей суверенности, о Божьем всевластии. Если коротко оно гласит, все в Божьих руках, все зависит только от Бога и Его благодати. Бог все предопределил, и ничто не происходит без Божьего одобрения. Я говорю вам, что это учение – убийца веры. И те, кто проповедуют его в его крайних формах, опять же, я не против слова «суверенность», если вы используете его, как его обозначает словарь. Вот словарь на определении этого слова. Первый по старшинству, званию и власти. Наивысший. Никто не может быть выше. Когда называют суверенным монарха, человека, у него наивысшая власть в стране. Если мы называем суверенной страну, как США, когда-то мы были колонией в Великобритании, теперь мы провозгласили независимость, объявили когда-то им войну, воевали и завоевали свою свободу. Теперь мы суверенное государство. Великобритания нас больше не контролирует. Мы суверенная нация. Если вы называете Бога суверенным в этом смысле, я не имею ничего против. Бог, несомненно, выше всех, так сказать, во главе пищевой цепочки, что называется. Никто не может приказывать Богу. Если вы называете его суверенным, в этом смысле я полностью с вами согласен. Если вы этим хотите сказать, что он независим не от кого, я и с этим соглашусь. Но религия придумала новое определение слова «суверенный». Его вы не найдете в словаре. Религиозное определение слова «суверенный» означает следующее. Бог все контролирует. Как кукловод, каждое наше движение ведомо сверху. Предписано сверху. Вот что обозначает религиозная фраза «суверенный Бог». Что Бог все делает сам, все контролирует, и все, что случается, все от Бога. Но это совершенно ужасная, ужасная доктрина. Во-первых, это полнейшее извращение. Слово «суверенный» — это слово имеет другое значение. Эта идея совершенно не соответствует учению Писания. Из этого люди заявляют, все зависит от Бога, все в руках Господних. Кто-то посчитает, что я все это придумал, но я могу назвать вам имена служителей, которые так учат. Вот, конечно, я не буду этого делать сейчас, я не против самих служителей, но я легко могу привести пример такого учения сейчас. Однажды я видел передачу, ее вел один служитель. Он брал интервью у матери и ее дочери. Однажды они были похищены под дулом пистолета, их вывезли в лес, обеих изнасиловали. После этого насильник выстрелил им обеим в голову и оставил их умирать. И дочь умерла, мать выжила, и у нее после этого были какие-то серьезные физические проблемы, но она осталась жива. И у нее взяли интервью на этой христианской передаче, она рассказывала обо всей этой ужасной истории, и потом они стали говорить, что все это случилось с позволением Бога, что Бог суверенный, и что все это не могло случиться без контроля Бога, что Он все контролирует. Она, получается, сказала, что за похищением, изнасилованием и убийством фактически стоит Бог. И она сказала, что за этим был Бог. Сегодня в теле Христова много верующих, которые готовы принять подобные идеи. Может, они не стали бы так уж радикально проведить черту и скажут, ну, Бог не стоял за убийством и пролюбодеянием, но они скажут, что Бог заставил какой-то бизнес развалиться, что Бог послал кому-то болезнь, чтобы научить уму-разум этого человека, что Бог послал в вашу жизнь трагедию, потому что вы были высокомерны и горды, что Бог сделал это, чтобы смирить вас. Может, черту они проведут несколько в другом месте, но в теле Христовом большой сегмент людей, соглашающихся с этой мыслью, что Бог, по большому счету, все контролирует. Но Божье Слово учит не так. Вы можете посмотреть на Эдемский сад. Бог сказал Адаму и Еве не есть, а дерево познания добра и зла. Если вкусишь плода, то умрешь. И Бог не желал этого, но Адам и Ева приняли такое решение, погрузили все человечество в грех. Бог сказал им, что произойдет. Но люди потом говорят Богу, почему, Господи, ты вызвал все эти смерти? Бог ничего не вызывал. Он сказал нам, что делать нельзя. Не Бог стоит за смертями людей, не Бог стоит за каждым человеком, который умирает. Такие люди берут Божью благодать, что она полностью не зависит от нас, что Бог всемогущ, что Он суверенный. Они меняют смысл этих слов до такой степени, что у них получается, что они совершенно не несут ответственности ни за что. Вот что я отвечу таким людям. Если кто-то считает, что Бог все держит под контролем, что Бог делает вас больных, что Бог дал вам рак, зачем вы тогда идете ко врачу, проходите лечение, пытаясь выйти из-под воли Божьей? Если Бог вас наградил раком, пусть Он воздействует на вас сполна. Почему бы вам не вкусить его сполна? Зачем вы стараетесь вылечиться? Если ваша депрессия от Бога, зачем пытаетесь избавиться от Божьей воли? Если, по-вашему, развал брака от Бога, то так вас Бог судит и наказывает, то почему вы тогда пытаетесь восстановить брак? А почему обращаетесь за советом и помощью? Если вы верите, что Бог всем управляет, то почему бы вам перестать сопротивляться? Почему вы сопротивляетесь тому, что Бог пытается сделать в вашей жизни, по вашему мнению? Однажды я знал одного пастора, который страдал от похоти. Это было не что-то такое более-менее вменяемое. Он был буквально одержим похотью. В конце концов, он признался во всем своей жене, они вместе обратились за помощью и советом. И когда он шел к машине, чтобы поехать на консультацию, получить помощь, чтобы освободиться от похоти, когда он собирался открыть дверь, чтобы сесть в машину, он сказал, что к нему проговорил Бог. Я не верю, что это был Бог, но так он это назвал. Бог якобы сказал, «Разве я не всемогущий?» Он сказал, «Да, всемогущий Бог якобы сказал, «Значит, этот бес похоти не мог появиться в твоей жизни, и если бы я не допустил этого, если ты избавишься от него, то упустишь то, что я пытаюсь сделать в твоей жизни». И вот этот пастор церкви, страдающий от бесовского влияния, сам это признавший, согласился с этой мыслью, что, мол, Бог через эту похоть совершал что-то искупительное в его жизни. Простите меня за прямоту, но насколько тупым можно быть и все еще оставаться в живых? Только какой-нибудь религиозный человек может с подобным согласиться. Все это совершенно противоречит всякой логике. Если ты думаешь и считаешь, что тебе эта болезнь послал Бог, то зачем пытаешься вылечиться? Где же логика? Это непрактично, это неправильно, и этому не учит Божье Слово. В Иоанна 10, 10 говорится, что вор приходит только чтобы украсть, убить и погубить. Я же пришел, говорит Иисус, чтобы дать жизнь, жизнь с избытком. Сатана приходит, чтобы красть, убивать и губить. Это работа сатаны. Если разрушение, если что-то плохое, это дьявол, если хорошее, это Бог. Я не знаю, почему люди все так извратили. Думаю, что все это делается по вдохновению дьявола, потому что такое мышление делает вас пассивным. Один из ключевых стихов в этом вопросе, я считаю, Иакова 4, 7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. И если вы не будете активно сопротивляться дьяволу, он не убежит от вас. Бог и дьявол уже встретились в смертельной битве. Иисус победил. Сатана побежденный враг. Сатана не сражается напрямую с Богом, потому что он уже был им побежден. Но сатана приходит к верующим, которые не знают, что он был побежден, и он сражается с ними. И если вы не будете противостоять дьяволу, то есть не будете активно с ним сражаться, противостоять ему, он не убежит от вас. Поэтому дьявол пытается убедить нас, что эти болезни нам посылает Бог, что Бог посылает нам бедность, что Бог посылает нам депрессию и уныние, что Бог желает, чтобы мы страдали. И если он убедит вас в этом, то вы не будете ему противостоять, ведь получается, что вы противостоите Богу. И поэтому это делает вас пассивным. Вы не противитесь ему, и он не убежит от вас. Это настолько ясно, настолько понятно мне. Однако есть люди, которые берут Божью благодать и совершенно игнорируют, что нам необходимо что-то делать, чтобы принять благословение. Мы сами создаем себе проблемы, мы принимаем решения, которые разрушают нашу жизнь. И люди верят, что от нас ничего не зависит, но это извращение благодати, это неверное и неправильное понимание благодати. И поэтому придумывают странные доктрины, такие как суверенность Бога. Знаете, что перевод Библии в версии NIV, New International Version, делает такую терминологию популярной. В Библии более трехсот раз говорится о всемогуществе Господа Бога. Всемогущий Господь Бог. Они убрали эти слова и написали «суверенный Господь-Седержитель». И так потворствовали по явлению богословия, которое не соответствует Писанию. И этот термин «суверенный» на самом деле принес много вреда. Опять же, я не против самого слова, если использовать его в соответствии с его словарным значением, но я против религиозной концепции суверенности Бога, потому что не этому учат Божье Слово. Я мог бы еще больше об этом говорить. Есть люди, которые совершенно игнорируют тот факт, что у наших действий есть последствия. Мы сами первые начали процесс смерти на Земле, а не Бог. Не Бог принес суверенным образом болезни немощи на Землю. Все это начало само человечество. Все это результат нашего выбора. Некоторые люди сознательно избегают разговоров о последствиях своих действий и начинают говорить о таких вот крайних проявлениях суверенности и всевласти Божьего. Но это извращение благодати. Именно таким будет результат, если вы не возьмете истину слова о вере, и что наша вера — это наша часть работы, и что без нашей веры благодать не будет для нас работать. Я искренне верю, у Бога и есть план для нашей жизни, и что еще до того, как я появился в утробе матери, Бог осветил меня и назначил быть пророком для народов. Согласно Иеремии 1, 4, 5. Бог сказал эти слова Иеремии, но Он сказал их и мне. Похожие сказаны в послании Галатам 1, 15 и других местах Библии. Я верю, что у Бога был такой план на мою жизнь, но я мог выбрать и другое направление. Бог не заставил меня суверенным образом вседержительно сделать такой выбор. Я сделал его сам. Я делал хорошие выборы, плохие выборы. Я принимал хорошие решения, плохие, иногда препятствовал Божьим планам. Например, 31 января 2002 года, когда я уже был служителем в то время лет 30, наверное, и видел много хорошего. Но Бог обратился ко мне из 77-го псалма, 41-го стиха, и сказал мне, что я ограничивал святого Израилева. Я мешал Богу сделать то, что Он хотел через свое мелкое мышление. Я не мыслил масштабно. Этому были последствия из-за страха. И когда Бог мне все это сказал, я решил измениться. Я не знал, сколько времени для этого потребуется, неделя, месяц, год, но я решил, что изменюсь, и я буду делать то, что мне сказал Бог. Знаете, что с того дня прошло 9 лет, и за это время наше служение увеличилось, наверное, в 10 раз по сравнению с тем, что раньше было. Увеличилось по масштабам финансово, по количеству людей, которых мы достигаем словом, по количеству открытых школ. Мы буквально взмыли вверх. И это мое личное свидетельство. У Бога был план на мою жизнь, я знал о нем, и я стремился осуществить его, но я сам мешал Богу действовать в моей жизни из-за своего мелкомасштабного мышления. И когда я изменился, было ощущение, что произошел взрыв. В моей жизни все изменилось. И не Бог изменился, изменился я. Я ограничивал Бога. У Бога был план на мою жизнь, но я мог видеть только ограниченную форму этого плана, урезанную, так сказать, из-за моего малого мышления. Для этого требовалась благодать, то есть Божья часть, но и я должен был реагировать. И когда Господь сказал мне об этом, мне пришлось действовать по вере. Мои действия не заставили Бога внезапно начать действовать. О, Боже, Он делает шаг веры, теперь мне действительно надо вмешаться. Нет, у Бога уже был план на мою жизнь, но я сам себе мешал. И когда я начал действовать по вере, то это решение высвободило и привело в действие то, что Бог и так уже установил для моей жизни. И это дало ему свободу. В послании Эфесянам 3,20 говорится, «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Кто из вас верит в это? В церкви я часто цитирую эти стихи, а потом спрашиваю, «Кто из вас верит в это?» Все радостно кричат, «Слава Богу!» И тут я говорю, что так верить неправильно, потому что Писание учит не так. Тут все в шоке, говорят, «Что это ты такое говоришь?» Я читаю им снова. «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать больше, чем просим или помышляем». Кто действует в нас своей силой. Вот важные слова. Кто действует в нас своей силой. Бог всемогущий, но может сделать больше, чем мы просим или помышляем. Но Он не будет этого делать, пока в нас не будет силы веры, действующей в нас. Вы не можете просто сидеть и пассивно наблюдать, как в вашей жизни происходит воля Божья. Вам нужно стремиться за Божьим. Вам нужно верить. Вам нужно повиноваться, когда Бог говорит вам что-то делать. Вы должны предпринимать шаги веры. Вы знаете, что в 2004 году мы только въехали в это здание, и это был наибольший шаг веры, который я предпринимал в своей жизни. Мы переехали из здания в 14 тысяч квадратных фунтов в здание размером в 110 тысяч квадратных футов. И это помещение мы полностью заполнили. И Бог показал мне, что хочет, чтобы я построил здание колледжа, в котором разместится минимум 3 тысячи студентов в студенческом городке. И в нашей системе колледжа может быть до 10-15 тысяч студентов. И Господь показал мне, что это Его план, что такова Его благодать. И не потому, что я хороший, что я что-то заслужил. Уверен, что таков был Его план с самого начала. Никак со мной этот план не был связан, но он не был исполнен. Не будет исполнен, если я не буду верить Ему и не предприниму шагов веры. И совсем недавно я предпринял для этого необходимые шаги. Теперь мы стоим в вере за 40 миллионов долларов, чтобы мы смогли построить этот городок, начать делать то, что Бог сказал нам делать. Я принял определенное решение, не буду попрошайничать, не буду умолять, не буду влезать в долги, чтобы это сделать. Для этого мне придется предпринять определенные шаги. Я верю, что Бог уже предусмотрел определенные шаги для всего этого, но мне нужно сотрудничать с Ним. Для меня это отличный пример. Я верю, что у Бога для меня есть определенный план. Я не буду пытаться заставить Его что-нибудь сделать. Я не собираюсь спросить Бога, «Боже, помоги!» Нет, Бог должен это делать. Это не моя идея, а Божья. Бог уже запланировал ее, Бог по благодати обеспечил ее всем необходимым. Но я должен сделать шаг веры. Я должен начать исповедовать свою веру, призывать людей присоединяться, участвовать в этой программе. Мне было нужно разработать проект здания, что я сделал. То есть я предпринимаю активные шаги. Я не пытаюсь заставить Бога исполнить мое видение. Бог по своей благодати показал мне видение. Я стал его частью, и я теперь предпринимаю необходимые шаги для его воплощения, чтобы двигаться в указанном Богом направлении. Это мощная истина. Мы спасены благодатью по вере. Это комбинация того и другого. У Бога есть план на вашу жизнь, но вам необходимо с Богом сотрудничать. И если вы не будете сотрудничать с Богом, то Божья благодать не проявится в вашей жизни. Все это мощнейшие истины. Я хотела большего в жизни. И кто-то дал мне одно изучение Эндрю. Я также нашла один из филиалов библейской школы Харрис, Форти Конс. Поэтому я начала слушать записи с проповедями Эндрю. Иисус сказал, что верующий сотворит все дела, и больше всех сотворит. И я увидела, что именно об этом большем учит Эндрю, и у него больше происходит. Воскрешение мертвых, исцеление больных, прозрение слепых. Поэтому я начала слушать проповеди Эндрю. Потом врачи поставили мне диагноз рак, и я собрала все записи, какие-нибудь могла. Я укрепляла мою веру, разрушала неверие через учение Эндрю. Он помолился за меня простой молитвой. Он приказал раку оставить мое тело. Через две недели я отправилась на операцию, мне сделали снимки, и доктор позвонил на следующий день, и врач с удивлением сказал, «Конни, я не знаю, что случилось, но рака нет». Конечно, мы с мужем обрадовались, и я сказала, «Я знаю, что случилось». Рак вроде как большая болезнь, но она оказалась не больше, чем простуда для меня. Полная версия учения «Эндрю. Жизнь. Балансе. Благодати и Веры» доступна на русском языке. Если вы хотите заказать эту книгу, обращайтесь к представителям служения Эндрю Вомака в России. Контактная информация на экране. Также книги Эндрю Вомака доступны в электронном формате. Заходите на сайт www.awme.net, зайдите в раздел «Шоп», чтобы приобрести эти книги сегодня. Если вы из-за английского страны, вы можете также использовать свой кредитарь, чтобы заказать ресурсы по телефону. Наши номер 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 01922 473 300. Когда звоните из-за Украины, вы должны использовать свой интернет-код интернет-код, то есть 441922 473 300. Смотрите в следующей передаче «Истинные Евангелия». И мне трудно иногда не заскакивать вперед. Мне очень хочется внести баланс в слово и поговорить о тех перекосах, которые бывают у людей в вопросах веры. Но я хочу закончить мысль о перекосах в вопросах благодати, которые тоже бывают. Я сам считаю себя учителем благодати, и за это мне приходится выдержать много критики, за то, что я учу о благодати. Обо мне говорят много плохих вещей, за то, что я это делаю. Но так как я еще учу и о вере, то сторонники благодати критикуют меня за учение о вере. Так что я не отношусь ни к лагерю благодати, ни к лагерю веры. Я в лагере вера по благодати. И поэтому меня до конца не принимают ни сторонники благодати, ни сторонники веры. Я где-то между ними. Не пропустите передачу Истинной Евангелия завтра.